Всем большой привет! Продолжаю вам поэтапно рассказывать про строительство нашей беседки. Ну что ж, сбылась моя небольшая мечта. Нам, наконец-таки, собрали кухню. И в этой кухне самое главное для меня была вот эта барная стойка, она же остров. Здесь просто потрясающая система хранения, то есть с моей стороны, со стороны кухни. Очень много всевозможных ящиков. Ну а с другой стороны, сбудется мечта наших мужчин, потому что за барной стойкой можно сидеть, отдыхать и попивать коктейли. Многие спрашивали, как называется эта кухня. Покупали мы ее в Леруа Мерлен, называется она Берлин. Мне очень нравится вот этот серый мраморный такой асфальтовый оттенок. И вот посмотрите, у нас уже даже появилась первая посуда. И у нас уже начали появляться первые аксессуары. И вот особое внимание я хочу обратить на цветовую гамму. В этой беседке три цвета. Это цвет дерева, серый и цвет фисташки. Вот эти три цвета, на мой взгляд, они очень хорошо лаконично смотрятся и прекрасно сочетаются между собой. Зона отдыха, релакса, на мой взгляд, не должна быть яркой и пестрой. Если вдруг будет какое-то настроение, когда захочется ярких красок, то всегда можно добавить какие-то аксессуары, подушки, пледы в любых тонах, которые вам придутся под настроение. Сбоку у барной стойки острова вот такая вот система хранения из кубиков. И вот тоже посмотрите, я уже пытаюсь ее оформить. И также здесь нет никаких кричащих ярких оттенков. Свет в нашей беседке теплый, камерный и акцентный. Мы здесь действительно хотим отдыхать, чтобы у нас был небольшой реалакс, поэтому никакого белого яркого света. Все светильники в одном стиле. Кстати, также покупали их у Леруа Мерлен. Свет висит над парной стойкой. Три одинаковые бра в этом же стиле на стене и под каждым ботанические постеры. То есть все очень просто и лаконично. Люстра с мягким светом также будет у нас освещать наш стол, где мы будем в основном, конечно, обедать и ужинать. Столбы из шоколадного кирпича. И для замазки между ними щелей мы выбрали оттенок серый, потому что он подходит под наш гарнитур. То, что я вам показала, это далеко не окончательный вариант, потому что через неделю я все-таки надеюсь, что у нас появится панорамное остекление. И у меня здесь будет еще очень много интересных моментов. Поэтому следите, обязательно все покажу и расскажу. Ну и, конечно, берите какие-то моменты, которые вам понравились, себе на заметку. Субтитры создавал DimaTorzok